Привет! Сегодня не будет компьютерного видео, сегодня просто хотел поделиться добрыми, простыми вещами. В этом видео вы увидите то, как я со своим другом Ваней и папой провели хорошее воскресенье. А в конце покажу письмо, которое написал 12 лет назад, все тому же своему папе, в тот момент, когда в семье нашей были какие-то напряженные моменты, и они настолько были напряженные, что я решил через бумагу папе донести свои мысли. Мне кажется, это очень важно, мне кажется, что эти моменты могут кому-то, ну, чем-то помочь, посмотреть со стороны на свои проблемы. И просто хотелось, друзья, сказать, что знаете, что самое важное? Говорю с высоты своего 27-летнего опыта. Самое важное это общение, общение с друзьями, близкими, моменты, которые вы вместе проводите. Постарайтесь в ежедневной суете, в бегодне, в погоне за одобрением, уважением, деньгами. Вот эти моменты не забывать и всегда нахотить, ну, немножко для того, чтобы радоваться простым вещам. Потому что, в конце концов, деньги не делают людей счастливыми, это я вам 100% говорю, делают людей счастливые люди. Так что так, вам приятного просмотра, друзья. Я надеюсь, это видео, ну, будет немножко особенным и выделяющимся. Очень бы хотелось, чтобы оно кому-то доставило искреннюю улыбку. 22 ноября. Всего-навсего. 22.11. 22.20. Какая дата? У моего друга сегодня дочка Вероника родилась. Так-то. Давайте, друзья, я поздравляю другу, у которого дочурка Вероника. Вот, и пошлите делать то, что мы привыкли с вами делать, друзья. Друзья, город Белгород, делимся, как мужики проводят утро своё. Посмотрите, какая красота. Оп-оп-оп. Есть! Давай, Ванька! Дома теплее. Пойдёмте в снежок, побежали в снежок! Есть! Хорошо! Ну, ребята, мы не бравируем. На самом деле, в этом кайф есть. Думаете, кому-то мы обманываем? Давай! Кроме самих себя. Ну, а сейчас мы побежим преодолевать свой возраст в лесочку на пробежку. Но сначала попаримся. Да, чуть-чуть километров пробежимся. Так вот, если кому-то было интересно, проходит утро субботы и воскресенья белгородских мужиков, по крайней мере, стараемся. Когда лёд встаёт, вон там уже прорубь также есть. То есть у нас вот такой вот клуб закаривания. Это, наверное, одно из наших любимых занятий. А сейчас мы все побежим в лес, ну, пробежаться. Будет проводиться там небольшой турнирчик, где можно будет показать, на что ты способен. Так что мы в бега... Ой! В кроссовочках сейчас поедем также наслаждаться воссоединением человека и природы. Это важно. Приехали. Стартун, Даня, Серёжа, Ваня, на счёт сколько? С пяти до одного. Пять, четыре, три, два, один. Поехали, друзья. Погнали! Погнали! Вот у нас продолжается воскресенье. Полетели пробежечка. Сколько километров получится, знает лишь судьба. Лес мягкий, пушистый, красивый. Ветра нет. Чего бы солнышко выглянуло. И мы без него три солнышка жварят нам. Вот так вот белгородские леса, белгородские мужики потрусили. Бороды уже покрылись инем. Это у нас, ну, где-то восьмой километр. Батя вон там наворачивает впереди. Трудимся. Пит-стоп на десятом километре. Тут уже легенды белгородских бегов подсоединяются. Сейчас, что у нас сегодня, Петрович, будет на обед? Расскажи. Что вам расскажи? Шурпа, чай. Вот это, я понимаю, красота. Дровишки пошли в бой. А мы побежали. Еще одну пятерочку. Счастливого пути. Ага. Еще лопом ездили и заезжали. Роман, так все бежит. Чай, спасибо, Танюш. Ага. С травками. Санек, варькова. Варькова. Прелесть. Пятнашечка. Пятнашечка. Да, на сегодня, я думаю, это будет завершение хорошего начала утра. Первая вниз. Вместе с Ванькой и батькой. И вот уже официальный старт. Уже как 7 минут пошел. Красота. А мы уже пробежались. Обещанное письмо, которое папе написал 12 лет назад. Здравствуй, я пишу тебе единственный раз. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты винил себя, винил других за людские ошибки и недочеты. Все люди разные, я понимаю, что тебе объяснять это не надо. Все эмоциональные состояния, все твои эмоциональные состояния отражаются не только на тебе, но и на людях, которые тебя окружают. Особенно страдают твои близкие. Что бы в жизни ни происходило, оно происходит не случайно. И я считаю, что сжигать нервные клетки в трудные часы очень плохо. Плохое настроение и негатив помогают освободиться от накопленных переживаний и обид. Мы же живем в 21 веке, где нет времени на себе жаления. Все те, что себя жалеют, остаются внизу. Ты же не из таких. Плюй на непонимание других. Постарайся найти подход к каждому, удели особое внимание любимчикам. У меня лишь одно желание, чтобы у тебя все было. Будь кумиром для всех, никогда не опускай руки. И все в тебя поверят. Ты можешь много сказать поперек моим словам, я знаю. Тут наверняка большая куча гармонических ошибок и смысловых. Но я уверен, что ты все поймешь и примешь. Будь счастлив и все будут тоже. Да еще сходи 27 апреля вместе с Лизой за конфетами. Пусть она почувствует, что она тебе дороже, чем теннис. Спроси, как дела с подружками в школе, в душе. И предложения по поводу более комфортного обучения в школе и в теннисе. Будь понимающим отцом. Я же буду усердно работать над улучшением нашей жизни. У меня есть план и я с него не сойду. Пока не добьюсь того, чего задумал. Ведь разве у нас не прекрасная семья? Подумай. Искренне боюсь, уважаю и люблю. Ведь разве у вас, друзья, не прекрасная семья? Подумайте об этом. Не прекрасна ли жизнь? Постарайтесь ценить, находить общение. Мне кажется, вот в этом простом письме сыну-отцу очень много моментов. То есть это был какой-то эмоциональный период, когда мне хотелось, чтобы папа получил обратную связь. Вот тогда я вот такую дал. Мне кажется, он в комментариях к этому видео может что-то от себя добавить. Не хочется конкретно прям углубляться. Просто очень важно. Общайтесь, находите язык, помогайте друг другу, потому что это самое важное. А все остальное ерунда. Кстати, по-моему, посмотрите. Посмотрите, вот я стою на балконе, а там сейчас сменю картиночку. А там кто-то написал «папа сердечком». Прям очень-очень символично. Все, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пусть у вас все будет хорошо. Надеюсь, оно вас немножко согрело, подняло настроение. Не опускайте руки, не сдавайтесь, не жалейте себя, добивайтесь всего, чего хотите. И главное, берегите тех, кого вокруг. Потому что в нашей жизни все не вечно. И такие моменты, ну, чем больше вы создадите классных моментов, которые вам запомнятся на всю жизнь, тем, мне кажется, лучше. Все, любим, целуем. С вами был Данка Герасимов. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok